Значит, с чего начать? Вот где-то в 2012 году вышел репорт WWF, это фонд, который связан с одной стороны с природой, с другой стороны с Мировым банком развития, и они сообщили ужасную вещь, что и жизнь, и количество видов, и даже тенденция биомассы за 40 лет, с 70-го по 2012 год, уменьшилась в два раза. И в этом докладе указываются разные причины, о которых мы видим и слышим постоянно в средствах массовой информации, что перевылов рыбы и сокращение тех мест, где рыба хорошо себя чувствует, это заросли мангров, это таких деревьев, которые могут в соленой воде расти, я еще это расскажу ниже, там водоросли и так далее, ужасное разрушение рифов, вот этот большой барьерный риф вдоль австралийского берега, мы знаем, что страдает, ну, загрязнение, там, повышение всемирного потепления, углекислый газ и так далее. Вот, это с одной стороны, и если вы посмотрите в Википедии, в других источниках на тему убывания морской жизни, вот это причина, которая называется. А с другой стороны, давайте посмотрим на знакомое нам Азовское море, оно мелкое, там, ужасная промышленность, и с реками эти фосфаты идут, оно в маленькой емкости, и какие-то аварии, там, нефть переливалась и так далее, и понятно, что оно мелкое, на него колебания климата сильно действуют, и углекислый газ в него попадает, и тем не менее, вот я нашел, сколько, какая урожайность рыбы с гектара в море. Значит, в нашем Средиземном это полкило с гектара за год, в Черном – 2, в Аральском – 10, в Северной части Каспийского моря – 30, а в Азовском – 80. Что это такое за безобразие? Никакие концепции не работают. И что вдруг? Такая огромная разница. Мы, как говорится, это только приманка, мы это будем обсуждать. Наживка. Вот. Теперь идем дальше. Вот Азовское море у меня на карте. И я лечу вниз, почти вертикально, почти по меридиану чуть-чуть, и долетаю до водоема примерно такого же размера. На экваторе. Озеро Виктория. Значит, смотрю, что там с рыбными уловами. Вот. В 70-м, в 71-м году там еще. Мы же знаем, что население Африки взрывообразно растет. Там еще было умеренное население и технологии. 2 килограмма с гектара вылавливали. Но это, кстати, как сегодня в Черном море. В 85-м уже 41. В 2014-м, в 74-м, посмотрели, изучили, сколько вообще там рыбы, и пришли к выводу, что и 300 килограммов с гектара можно вылавливать, поскольку общая продуктивность рыбы 800 килограммов с гектара. Ну, ни в какие ворота не лезет. Значит, на берегу озера Виктория сотни миллионов людей, и там три страны его окружают, и много статей о том, что это загрязнение и так далее, и так далее. Мне трудно, мне трудно с такой дисциплинированной и молчаливой публикой. Я вам сразу скажу. Меня запугивали реакции? Ну, ладно, идем дальше. Чувствуете себя свободно комментировать, даже голос. Вот. Как я все это обнаружил? Как я уже говорил, алло, что-то тут с интернетом. Слышно меня? Михаил, по крайней мере, вы можете голосом обратную связь мне давать, чтобы я знал. Да, Миша, мы вас слышим. Значит, как я это все обнаружил? В Хайфе я выходил в детстве, я любил рыбалку в школьные годы. А вот в Хайфе выходишь на берег моря, видишь, там на пирсе рыбаки сидят, но если подойти поближе, увидишь, там одна-две рыбки, иногда пустое ведро. Фактически рыбы нет. И меня это заинтересовало. Ну, и понятно, все мы знаем, что источником еды в море является планктон, растительный планктон в микроорганизме. И я в гугле стал искать, найти карту распределения планктона в морях и океанах. И после небольшого усилия нашел. И вот она. Вот она, эта карта, сиреная карта распределения планктона. Вы видите, тут цветом закодировано миллиграммы на кубометр. Красная – это больше всего, 10 миллиграмм на кубометр. Синяя – это где-то меньше, чем 0,2. Фиолетовая – это меньше, чем 0,1. Вот. И смотрим на наше Средиземное море. И грустно. А заодно я заметил, меня это удивило, что в тропических океанах, оказывается, это пустыня. Я вот по литературе и так далее, там акулы и прочее, прочее. А оказывается, нет. Что если вот просто по океану плывешь, там жизни почти нет. Вот. А вот красные пятнышки, как вы видите, Азовское море. Мой указатель виден, да, курсор? Азовское море и озеро Виктория. Вот таким простым путем я их нашел. Основные элементы, почему мало планктона, потому что минеральные элементы, нужные для жизни, это фосфор, азот, ну и там еще дополнительно железо и кремник, как мы увидим. Ну, азот можно получать из атмосферы, а фосфор – это действительно сильно ограничивающий элемент. И он в значительной степени попадает с реками. То есть, если перегородить реки, то поток фосфора ограничивается и соответствующие последствия. Ну, и я сразу стал вспоминать, какая большая река рядом с нами находится. Всем известная река Нил. И тут, значит… Миша, а Балтика тоже красная? Балтика красная, она еще с 17-го года. Да-да-да, это северные моря, мы отдельно затронем эту тему. Вы правильно обратите внимание, что в северных регионах там очень много плантона. Хотя, как бы, мало осмотра и так далее, но пищи много. Но, прежде всего, я решил изучить, что в нашем районе. И мы знаем, что Осонскую ГЭС, там очень сложная была история, еще в 50-е, там, англичане хотели Египту помочь строить. Потом в 56-м был конфликт между Англией, там, другими западными странами и Египтом, как мы знаем. И Никита Сергеевич Хрущев, значит, вызвался помочь и успешно помогли. И построили Осонскую плотину. И… Ой, у кого-то слышен микрофон, да? Построили Осонскую… Ну, кто-то спрашивает, Николь. Да? Ну, я не могу разобрать вопрос. Ну, если разберем, если кто-то разберет, то можете мне перевести. Вот. Вот я на карте отметил даже положение Осонской плотины. Она находится намного южнее, чем устье Нила. Тут просто тысячи километров, ну, там, приличное расстояние, не знаю, тысячи. Порядка этого, да? Потому что вы видите, Израиль где-то примерно здесь находится, ну, на большем расстоянии, чем Израиль. И вот крупным планом, вот это Осонское водохранилище, крупным планом, оно огромное. Его протяженность 500 километров. От плотины до верхней части водохранилища. Оно из двух частей состоит. Нижняя часть, это называется озеро Насыр. А верхняя часть, она уже в Судане. И она названа через какого-то суданского, наверное, деятеля. Там надо будет посмотреть, честно говоря, я уже забыл. Значит, строительство дамбы было начато в 60-м году. В 64-м уже начали заполнять резервуар. И к 76-му заполнили. Там довольно много воды. Это несколько летний ресурс воды Нила там сохранил. И, кстати, огромная проблема, что испарение. По-моему, порядка одной трети воды Нила, которая доходит до Египта, она испаряется в Осонском. И вот поскольку я уже знал, что искать, я нашел эти цифры. Просто так, в Гугле очень трудно было бы до них дойти. Значит, вылов рыбы. Как изменился вылов рыбы в процессе заполнения водохранилищей? Вылов рыбы в Восточном Средиземноморье. Значит, как вы видите, от 35 тысяч тонн до 9 тысяч тонн упал с 62-го по 69-й год. А такие, как сардины, там вообще было катастрофическое уменьшение. Ну и шримс, это креветки, тоже сильно уменьшилось. Что было до строительства этой плотины? Ежегодные паводки Нила, которые несли огромное количество осадков, взвешенной осадочной породы. И это течение в Средиземном море даже имело такое название – Нилстрин. Это как Гольфстрим, так же можно сказать Нилстрин. Оно было с очень четко определенными границами, шириной порядка 15 километров. И длиной оно доходило до Кипра и даже до берегов Турции. Вот можем посмотреть на масштабы. Значит, до Кипра и до берегов Турции. Значит, я еще должен сказать, что в Средиземном море есть такое циркулярное движение воды против часовой стрелки. Вот так оно вдоль берега идет от дельты Нила, сносится к Израилю и возвращается обратно в западную часть моря. Поэтому вот этот Нилстрин, он действительно его сносил этим течением еще ближе в сторону берегов Израиля. И не только источник минеральных веществ, там фосфор и так далее, но и песок на израильских пляжах. Как мы знаем, последнее десятилетие – это катастрофа убывания песка. Значит, вот связано с этим. Значит, цифры последнего наводнения, значит, взвешенного материала 57 миллионов тонн в год было. Вот это последнее наводнение 64-го года, которое еще до строительства плотины, до закрытия плотины, оно еще свободно прошло вниз. Ну и, соответственно, фосфат и кремния, которые тоже очень важны для жизни. Теперь можно вернуться немножко к общей картине, а какие же реки вообще впадают в Средиземное море. Вот эта карта современная. И вы видите, что после перегораживания, когда уже значительная часть стока Нила теряется в водохранилище и на ирригации, он уже перестал быть главным поставщиком воды. А реки Европы… Напомните, Владимир, если вы помните, это Рон и По. Это просто река По, да? Которая здесь впадает в районе Адриатики, как мне кажется. Значит, Средиземное море на самом деле – это два резервуара. Если вы видите, между Италией и Тунисом очень узкий промежуток, и причем дно, оказывается, там поднято. То есть глубинная вода вообще плохо перетекает между Восточным и Западным Средиземноморьем, а поверху идет перетекание, но оно очень объединено питательными веществами. А вообще Средиземное море, вот если я еще немножко на один слайд вниз, в нем приток воды от рек меньше, чем испарение. И вода, она притекает из Атлантического океана через Гибралтар, но опять же поверхностная вода, в которой уже съедены полезные минеральные вещества, вы видите, вот этот Атлантический океан с синим цветом, она идет в Средиземное море, а донные воды, которые более богаты минеральными веществами, они через этот же пролив возвращаются обратно в океан. Поэтому основная масса минеральных веществ, она, конечно, не из океана, она больше связана с реками, мы видим даже соответствие, да, можно увидеть соответствие, там, где большие реки впадают. Я вам напоминаю, темно-синее, это где мало планктона, а зеленый там, где больше, а красный там, где больше всего. Вот вы видите, красный в основном остался вдаль Нила, но это совсем близко к берегу, до нас уже не доходит. Вот, между прочим, я подумал, одна из причин, почему рыбаки газы так очень сильно хотят, чтобы им дали далеко плыть, наверное, они стараются приблизиться к дельте Нила. Ну и здесь, видите, наше родное Азовское море, оно вот ярко-красным цветом и Черное море. Вот здесь, по-моему, кто-то мне может поможет. Мне кажется, это Устье Дуная что-то в этом духе, да? Это Дунай, Миша. Ну, не сам Дунай, а его Устье. И, соответственно, увеличенное количество планктона. Это Дунай, а в Черное море это Днепр, Буг. Да, но они все тоже перегорожены, там часть впадает. А, еще есть горные реки со стороны Турции. И на них, как оказалось... Там есть речка Днестр, которая идет по границе с Румынией. Да, и Днестр тоже. Как мы знаем, эти реки в основном перегорожены плотинами. И, по крайней мере, вот эти осадочные породы, растворенные вещества попадают. Там даже тот же фосфор может с полей смываться. А что, Дун не перегорожен? Ну, Дун, вы опять говорите об Азовском море. Почему оно плодородное? Сейчас я вот дайте одну секундочку мне подумать. Может, действительно, это время об Азовском море сказать несколько слов? Дун тоже очень ограниченное количество питательных веществ, я думаю, сегодня несет. Но что хорошего в Азовском море, вот Анатолий Анимец нам поможет, оно мелкое. Кто знает, какая средняя глубина Азовского моря? Максимальная 14 метров, Миша. Ну, да, вполне возможно, а средняя, по-моему, оба... А средняя 3,5, ну или 4,5 метра. А, уже меньше, да? Да. Ну, где-то такие цифры. Но, короче говоря, питательные вещества там перемешиваются. Если в морях, где есть глубоководная часть, они какое-то время живут на шельфе, а потом постепенно-постепенно смываются на глубину, то в Азовском море совершенно наоборот. Они оседают на дно, там утилизируются и возвращаются в круговорот. Скажи, Миша, что волнообразование в Азовском море затрагивает весь донный грунт, весь находится в обороте. Почему оно и желтое такое, серое, и грязное, когда в нем купаться? Нет чистой воды почти никогда. Но плодородное, как мы уже видели. Действительно плодородное. Поэтому эти версии, что вот загрязнение, там, фосфор с полей и так далее убивает жизнь, вот у меня большое сомнение вызывает. А, вот еще вы видите то, о чем я упоминал. Такая разница, извините за тавтологию, между восточным и западным средиземным морем. Вот здесь между Италией и Тунисом такая перемычка. И вот даже вот те реки, которые впадают в западную часть моря, тут же есть циркулирующее течение, которое против часовой стрелки. То есть их сток, он относится влево, он к нам не доходит. К нам доходит чуть-чуть от Нила, но в эту эпоху уже совсем мало. Вот, такие дела. А, что там у нас дальше? Сейчас я посмотрю. А, Миша, можно сравнить глубину Черного моря и Средиземного, вот в нашей части? Или, опять-таки, Толя, наверное, знает это на память? Может, больше знатоки, чем я? В Средиземном море важен шельф. Он имеет какую-то ширину. По мировым масштабам он относительно не широкий. Действительно, если кто-то сможет, может, поможет. Но он, мне кажется, 10 или десятки километров. В других частях мира бывают намного более широкие шельфы. А дальше идет глубина. Если питательные вещества туда уходят, в Средиземном море нет восходящих потоков. Практически нет восходящих потоков воды. То есть, если что-то уходит, оно уходит и не особо возвращается. Ну, в Черном море, как мы знаем, тоже грустная ситуация. Если что-то уходит, оно там сироводородное. Даже не очень бы хотелось, чтобы оно оттуда обратно поднималось. Хотя, я не знаю, может, если кто-то лучше знает, что Черное море, как раз хороший момент для комментариев. Вот. Значит, что... Все, это пример Средиземного моря. Значит, мы видим, что перегораживание реки Нил привело к довольно серьезным последствиям. Не только уловы рыбы, но даже песок. А песок, оказывается, нужен не только для удовольствия купальщиков и строителей, оказывается, он и для морской жизни очень важен. Хотя, казалось бы, кто кушает песок. Но об этом чуть-чуть позже. Вот еще один пример. Крупнейшая река Инд. На ней большие плотины, начиная с 40-х годов строились плотины, но крупные плотины. Это 56-й, 67-й и 74-й год. После водохранилища и ирригации количество воды упало с 180 до 43 миллиардов кубометров за год. А вот эти взвешенные частицы, то, что можно условно назвать илом, от 400 до 100 миллионов тонн в год. И дельта Инда исключительно была плодородная. Она и для рыбы огромное количество такого окружения прекрасное создавала. Ну и там острова, там и сельское хозяйство, плодородные земли и все остальное. И это сейчас находится в катастрофическом состоянии. Ну, как одна цифра, связанная с уловами. Улова креветок в Пакистане, в целом, сколько Пакистан вылавливает, в 10 раз упала с 50-х до 80-х годов. И вот я нашел статью, к сожалению, еще не смог ее полностью проработать. Авторы пронаблюдали, что резкое, такое ступенчатое снижение как раз происходило в связи с возведением плотин. Вот то, о чем с Владимиром мы на предыдущей встрече немножко обсуждали. Но это требует, конечно, исследования более широкого. Теперь я вот нашел статью, которая называется «Влияние людей на поток осадков, грубо говоря, суши в море». И там статистика по основным рекам и вообще по основным зонам земного шара. И я смотрел, 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 а где же меньше всего? И я обнаружил, что в Индонезии меньше всего, только 1% речных осадков остается водохранилищем. Значит, Индонезия, она вот здесь вот на карте, между Юго-Восточной Азией и Австралией. Замечательная страна, самая большая в мире исламская страна, где уже почти 300 миллионов населения, 285 или что-то в этом будет. Ну, как я уже говорил на предыдущей моей записи, вы можете видеть, что сейчас какой-то оптимист появляется вслед за Пакистаном. Вроде бы и Индонезия так поворачивается немножко в сторону Израиля. Вот. И там… Вот я стал изучать, а что же в этом море вокруг Индонезии. И оказывается, там все хорошо, никакие всемирные потепления, загрязнения. Ну, вы представляете, страна с почти 300 миллионов населения. Наверное, прилично может загрязнять окружающие моря. И рыбный улов буквально совсем за последнее время, с 2015 до 2019 возрос с 12 до 25 миллионов тонн в год. Вообще, индонезийцы очень любят кушать рыбу. Их вообще абсолютный вылов на втором месте после Китая в мире. И прибрежные зоны, они очень важны. Это 55% от вылова рыбы. И там вот эти бедцы, такие площади большие, покрытые морскими водорослями. Мангровы, это будет на следующем слайде такие деревья, которые растут в соленой воде, они окажутся очень важны. Коралловые рифы, устойчивые, устья рек. Все прекрасно. А вот мангровы. Мангровы, я, честно говоря, как я уже Владимиру рассказывал, познакомился с этим понятием совсем недавно, потому что у меня есть товарищ Саша Гусетинер, который возводит порты. А вот те, кто возводит порты, они ориентируются во всем, что происходит в море. Оказывается, что есть вот такие деревья, способные расти в соленой воде, ну, с умеренной соленостью. Они не просто растут, они утилизируют в пять раз больше углекислого газа, чем в джунгли. Почему? Потому что... Какой-то вопрос был или это что? Если есть вопрос, повторите, пожалуйста. Если нет, то я продолжу. Почему, значит, они утилизируют углекислый газ намного лучше, чем в джунглях? Потому что с реками идет большой приток питательных веществ, в частности того же фосфора, там фосфор, азот. И, как говорится, вырастает новая биомасса, та, которая осаживается, она может частично морскими организмами использоваться, частично быть погребена и делать основу для новых отложений. А в джунглях там ситуация другая. Там нет такого явного массивного притока минеральных веществ, и там больше такая замкнутая система, где идет круговорот. Вот. И в тех странах, и известно, что в мире мангровые леса вот тоже чуть ли не уменьшилось в два раза их количество за, ну вот за те же последние десятки лет. А в Индонезии они прекрасно, они сохраняются и процветают. Вот здесь это отражено, что 3 миллиона... Миша, скажи, что мангры растут в основном в эстуариях рек. Ну, спасибо, Анатолий. Это устье, если по-русски, да? Ну, за устьем, дальше, то есть там, где уже смесь соленой и пресной воды, да. И когда на реке возводится дамба, плотина, то вот эта масса ила, частиц, она становится меньше, и устье начинает размываться. Устье начинает размываться, а кроме того, если на ирригацию уходит большая часть воды, то и соленость в устье начинает повышаться. Тут два вида процесса. И только завершая Индонезии, и кораллы, и основные виды рыб, и общая биомасса рыб сохраняется, не уменьшается. А в противоположность тому, что у меня тут нет, не хватает места на карте, но вот где-то примерно здесь австралийский большой барьерный риф, и там река, небольшая относительная река, у меня уже Бурдекин что-то в таком духе, она небольшая, но время от времени, раз в несколько лет, на ней бывали большие наводнения. И масса вот этих осадочных пород, она доходила до кораллового рифа. А когда они доходили, эти осадочные породы, там вода мутная, кораллам плохо, и ученые добрые говорят, что вот риф страдает. Вот мы давайте не будем, чтобы было поменьше этих наводнений, будет меньше мути, будет зелень лучше расти, меньше будет фосфата, вот слушайте, это одно. А с другой стороны, коралловый риф – это тоже такая очень хорошая замкнутая система. Он повторно использует очень много из органических и минеральных веществ, которые у него есть, он не дает им в основном выходить, но все-таки какая-то часть уходит. И мое предположение, что вот эти раз в несколько лет большие наводнения, они как раз и компенсируют то медленное вымывание, которое происходит в коралловом рифе, но вот это требует проверки. По крайней мере, ну, а, я забыл сказать, что на этой реке Бурдиокин как раз несколько десятков лет назад таки да, построили плотину, относительно недавно. Я не помню, может, 70-е, 80-е годы. И как раз это соответствует эпохе, когда большой барьерный риф стал угасать. Вот. А Индонезия, наоборот, видите, там мало перегородили, и вроде все более-менее ничего. Что еще у меня есть? Я надеюсь, что я уже довольно приближаюсь к концу. А, вот. Еще важнейшие организмы, которых я узнал только, когда этой темой стал заниматься, которые поставляют огромную часть, чуть ли не половину фотосинтеза в морях и океанах, так называемые диатомы. Это одноклеточные организмы, в которых есть кремниевый скелет, из таких кремниевых, ну, как это сказать, ниточек кремния. Это, ну, окиси кремния, конечно. Кремния, оксида кремния. Оксида кремния. Это дает им и опору, но... И кремния, оксида кремния. Оксида кремния, да. Спасибо. Это дает им не только опору, но, оказывается, это действует еще как фотонный кристалл. Сегодня физики с нанотехнологией, они учатся делать такие структуры, проводящие свет, в которых период структуры связан с длиной волны света. И такие структуры могут усиленно проводить свет в нужной области. И где-то внутри этого одноклеточного существа есть тело, наполнилое хлорофилом, и вот эти кремниевые структуры могут туда направлять. Поэтому диатом они очень эффективно используют свет, и особенно в северных морях их много, но и не только в северных. Мало света есть еще и в придонной части, и в обычных морях. Ну и кроме того, они микрируют между поверхностью и дном. Короче, они составляют очень важную основу морской жизни и зависят от кремния. А кремния... Миша, повтори. Миша, на 30 секунд и пропал. А, значит, диатомы, они составляют важную основу морской жизни и зависят от кремния. А кремния – это песок. То есть убывание песка в океане, в морях и океанах, оно действительно влияет на количество диатом. И мы видим вот этот очень тревожный индекс на 1,22% в год последние 50 лет. Я возвел эту цифру 0,0122, вернее, единица в минус, эта цифра, в степень 50, и увидел, что за 50 лет примерно в два раза уменьшается. Примерно соответствует скорости уменьшения жизни моря кремния. А кроме того, оказывается, железо в разных формах, оно тоже играет критическую роль для жизни многих организмов. И железо, оно тоже в большой степени поставляется с реками. Если про фосфор, например, можно сказать, что больше фосфорных удобрений смывается, и в море его может даже больше стало поступать, то кремния и железо, они явно сокращаются из-за уменьшения потока рек. А кроме того, диатомы есть такие пинатовые какие-то... Может быть, чуть-чуть падает микрофона, и не пропадал. К сожалению, это не из-за микрофона, это из-за интернета. Ну, что делать? Не очень хороший звук, да? Сейчас слышно меня? Слышно, да? Ну, все. Да, сейчас надо. Самое главное, мы увлажаем. Запись, я надеюсь, останется, и она будет лучшего качества, потому что она на локальном компьютере. Есть, оказывается, такие диатомы, у которых есть особые структуры, которые могут сохранять железо для будущего использования. Вот такие пинатовые диатомы. Ну, это как курьезно, очень важно, потому что, оказывается, это буквально открытие последних 10-20 лет, что огромные области в океане, в них жизнь ограничена дефицитом железа. Значит, для чего нужно железо? Ну, вот мы знаем гемоглобин, который у нас в крови, в нем есть железо для фиксации кислорода. Оказывается, нитрогеназа, тоже такой белок, он нужен для усвоения азота, и в нем тоже есть железо. И фиеридоксин, который участвует в разных процессах, но в том числе и хлоропластов. То есть без железа нет жизни. И железо – это такой очень интересный элемент. В древних океанах, там, 2,5 миллиарда лет назад, его было огромное количество, потому что не было кислорода. Потом появились растения, которые выделили кислород, железо окислилось и ушло вниз. И сейчас есть уже такой глобальный цикл железа, оно где-то там опускается вниз, где-то в каких-то местах поднятие суши происходит, там, вулканическое и так далее, горные породы. И, размываясь с помощью рек, оно обратно возвращается к океану. То есть перегораживая реки, мы лишаем моря и океанной железы. Я боюсь, что мой элемент времени близится к концу, я постараюсь уже сократить как можно. Значит, есть места в океане, где не все так плохо, потому что минеральные вещества, они съедены в верхних слоях воды, а в глубине их довольно много. И вот тут одна из схемы, опвелинг по поднятию воды. Допустим, если есть регион, в котором устойчиво ветер дует от суши на море, отгоняет в воду, и глубинная вода поднимается вверх. И эти регионы, они очень водоносны. Их очень много вдоль берегов разных континентов. Вот если вернуться к этой глобальной карте, вы видите вот эти красные участки, где довольно много планктона, а никаких особых рек тут нет. Это чаще всего связано или из-за морских течений, или из-за ветра идет подъем. Это пассатные ветры, Миша. Ну вот, спасибо, Анатолий. Они дуют в западном направлении, да? Анатолий? Нет, с горы просто вниз. Нет. Обратите внимание, что у вас... Пассатные ветры никак не могут... Это не пассатные ветры. Это экватор дующие ветра. Те ветры дуют с запада на восток. С запада на восток. С запада на восток. Это может зависеть еще от полушария, да? Северной или южной? В северном полушарии ветры дуют с запада на восток. Запада... А вот здесь, обратите внимание, мы смотрим на южное полушарие. Это вот ревущие сорковые пронизывают весь африканский континент и идут в Атлантику. Вот эта красная полоска южнее, чем Гвинея. Вот это вот Агадан. Да, да, да. Все равно с запада на восток. Хорошие рыбные места. Пойдем на рыбалку. Да, надо изучать. Обратите внимание на чьи... Так, это у меня, наверное, с интернетом. Большая рыбалка. Так, не у всех коробках интернета или у меня открыт? Почему нету тогда в Израиле? Почему в Израиле? Почему этих пассатов нету в Израиле? А, почему у нас нет пассатов? У нас пассаты – это хамсины. Когда у нас хамсин, в основном у нас ветер дует с моря на берег. Да, в основном у нас с дым. А во время хамсина он дует по обратной стороне. Но это мало. Михаил, можно уже переходить к вопросам? Думаю, что да, если может сейчас. Ну, хорошо. Только одну фразу, что я не успел сказать. О важности донного слоя, что вот этот песок осадочной породы, которая приносится с реками, это не только минеральные вещества для верхнего слоя, это создание среды, такой устойчивой для жизни на донном слое. И она очень важна, потому что, когда на шельфе хорошая жизнь на дне, она потом перемешивается и возвращается, и дает хорошие условия во всей водной толще. Ну, наверное, нельзя объять необъятное. Давайте, согласен, давайте переходить к вопросам и комментариям. Я готов. Международная картинка, может быть, можно... ...важной, нужна ли органика. Вы понимаете, если с реками придет достаточно минеральных веществ, для морей это лучше всего. А органика как раз огромный вред водохранилищах. Вот это те, кто говорят о всемирном потеплении, они же и вспоминают, что метан, который образуется при перегнивании вот этих... и иластных масс водохранилищах, он убийственно действует. То есть сейчас в Америке и в других странах есть движение такое. На многие плотины были соглашения на 50 лет в среднем. Когда строили плотину, там штат давал лицензию на 50 лет. По истечении этого срока должны штат либо перезаключить, там ее надо проверить, подремонтировать и так далее, что дорого стоит. Или снести. И вы знаете, на каком-то количестве средних рек, не на очень больших, сносят плотины, и река оживает. И вдоль русла реки там и рыба появляется, и гнилостности меньше. И устье реки восстанавливается. Вдруг образуется устье, и устье на жизнь. А? Да-да. Так, Михаил, что я снял. Фактическая модель, как вот эти массы песка, допустим, и минеральных веществ. Как они шли в хорошие времена, когда было наводнение Нила. Может, Египт решит, что ему нужно избавиться. Хотя это очень сложное решение. Вы бы знаете, у Египта размыло дельту. Там огромное пространство, десятки, может, сотни километров плодородной земли в дельте исчезает. Может, они решат, что надо как-то переправлять большую массу Ила вниз. И тогда уже нужен научный коллектив в Израиле, чтобы понять, какие сооружения вдоль побережья позволят вот этой новым массам песка ограниченными органическими веществами. Неорганические веществы. Михаил, это я понял. Да, следующий.